Сегодня на Стаде Комикс Хранители начала Комедиант Роршер Красный Корсар от авторов Брайана Азарелла, Лея Уэна и Джона Хиггинса и художников Джей Джи Джонса, Либер Мехо и Джона Хиггинса Издание в твердом переплете и глянцевой обложкой 320 страниц, на которых разместили все выпуски и истории о комедианте Роршерхе и Красном Корсаре Ну и конечно же бонусы в виде вариантных обложек, эскизов и примечаний Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством Азбука Открывает этот том два колоритнейших героя Эдвард Морган Блейк, он же комедиант, оправдывающий целью абсолютно любые средства и Олтер Ковач, он же Роршах, видящий черно-белый мир без малейшего оттенка серого В истории про комедианта, которого автор поместил во Вьетнам, ну а куда же еще? Заметно, что Азарелла кажется читал оригинальный комикс по диагонали и поверхностно и решает полностью перевернуть вверх ногами историю этого персонажа Блейк у него здесь дружит с братанами Кеннеди, хотя комедиант по верному замечанию Азимандии почти нацист, даже разговаривать бы не стал с этими либералами Кроме того, у Мура есть толстый, даже жирный намек, что именно Блейк застрелил в Далласе JFK Азарелла уже пихает комедианта во все попало и рядом с Мэрилен Монро он был, когда она таблетками закинулась и была деревня Сонгми, теперь нет деревни Сонгми, тоже на его совести Здесь сразу вспоминается анекдот Слышал про Мертвое море? Ну так это я его Рисунок художника Джонса легко отличим от стиля Гиббонса но весьма хорош, однако это не спасает сумбурный сюжет замусоленный таким адским количеством флешбеков что я только под конец понял, что это была единая история, а не шесть разных В принципе Азарелла пытается сказать что-то важное и интересное показать комедианта как человека сложного и способного увидеть суть происходящего но получается у него это урывками и к сожалению не очень убедительно А вот история Рошаха мне больше понравилась, хотя она и вполне традиционная Уолтер Ковач занят поиском преступной группы, которая наводнила улицы лунной пылью Прокуренные улицы, заполненные грехопадением и развратом Все это реальность комикса Визит к мелкой сошке сложной преступной машины приводит героев в канализацию где по наводке и находится главный склад лунной пыли Проблемой в данной ситуации заключалось в том, что Уолтер попадает не на склад как обещал стукач, а в ловушку, организованную преступником с изуродованным лицом по кличке Мясоголовый Только неясная случайность или же глупая самоуверенность преступников позволили герою выжить И как утверждает сам Уолтер Ковач, это была самая большая ошибка от Ребья А тем временем в городе и так утопающем в преступности появился еще один крайне опасный психопат Преступник по кличке Стихоплет, убивающий женщин и оставляющий на их телах надписи История красочная, стиль художника Дебермеха отлично под нее подходит Темнота, мрак подчеркивают грязную и отвратительную систему общества, погрязшую в порнографии и наркомании Стандартные атрибуты Бермеха, грязь и песок здесь также присутствуют Короче, рисунок Бермеха просто феноменален И наконец, история Красного Корсара, которая мне понравилась еще больше В общем, вы поняли, том идет по нарастающей Именно в этой истории так сильна атмосфера именно Алана Мура И сюжет воспринимается сложнее всех предыдущих Этот комикс не что иное, как отсылка к истории Черной Шхуны Из, так сказать, оригинальных хранителей Это по-настоящему пиратская история в духе пиратов Карибского моря Тут вам и летучий голландец, и пропавшие души моряков Древние племена жестоких туземцев и, конечно же, магия Все это сваливается на голову обычного моряка Гордона Маклахлана Который вынужден бороться за свободу путем нахождения трех предметов Рисунок Хиггинса в этом комиксе именно на том месте, где и должен быть Мрачная палитра красок, полностью передающая тот ужас и игру с тенями Которые творятся на страницах этой истории В общем-то, по здравому размышлению приходишь к выводу Что ничего другого ожидать и не стоило Хранители интересны все вместе, когда они связаны одной общей историей А по отдельности они мало чем отличаются от множества супергероев и мстителей Толпами разгуливающих по страницам комиксов большой двойки В целом, издание это отличное дополнение к оригиналу Кроме того, более современный арт придает новые краски уже полюбившимся героям Этот комикс и многие другие вы можете приобрести в магазине Комик Стрит, ссылка в описании Не забывайте подписываться на мой канал на ютубе и вступать в группу ВКонтакте Перед каждым видео там выходит фото превью комиксов, которые вы больше нигде не найдете И вступайте в группу официальная коллекция комиксов Марвел от Ашет Все ссылки вы найдете в описании к видео Информационный партнер Комикс Сойт Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...